Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Андрей Лоскович, компания Гарант Ремонт. И сегодня мы планируем уложить всю вот эту стеночку декоративным цементным кирпичом. Процесс мы вам весь покажем, будет такое небольшое обучающее видео. Поехали. Итак, вот наш камешек. Это белорусский производитель у нас, декоративная камня Петра. Вот. Часто у нас попадается такой камень. Будем сейчас подготавливать. Стена у нас уже загрунтована. Будем подготавливать сейчас сам камешек. Вот у него задняя часть. Вот, свечу. Вот, задняя часть, видим, у нас из формы отлита. И она имеет вот такую вот шероховатость. Эту шероховатость нужно нам убрать, так как она будет препятствовать, ну, камень будет, скажем так, плохо держаться. Вот. Каким способом будем убирать? Просто оттрем камешек вот так вот друг на против друга. И она будет слазить. Вот, видите? Все, сильно не третий, там главное поры открыть эти. Ну, кстати, можно было бы, наверное, и не тереть. Он не сильно осыпается сзади. Итак, друзья, длина стены у нас 3,84, высота 2,44 от плинтуса. Плинтус у нас будет 8 сантиметров. Вот, мы уже отбили полосочку. Итак, друзья, у нас засада. А? Вот, вот тут ведерочка, блин, не выдержала напора, блин. Так что не используйте непрофессиональные ведра для замешивания клея. Выставили лазер. Начали укладывать, вот второй ряд. Вот, на всю длину. Здесь плинтус. Ничего не подкладываем, никакой не профиль, ничего. Он и так хорошо держится, кирпичик на клею. На тоненькую гребеночку намазываем и по уровню выкладываем. Можно вставлять крестики, но у меня уже глаз хорошо наметан. Я примерно сантиметр оставляю на шов. Подожди, пока. Итак, под верх перестаем укладывать уже мы рядами. Вот, по уровню. Поскольку, по желанию заказчика, чтобы сверху был цельный кирпичик, мы начинаем раскладку вот отсюда и разгоняем вот эти вот швы, так, чтобы равномерно получилось у нас под самый верх цельный кирпичик. Кирпич у нас кривой весь. Пока вот такой вот результат. Подрезку оставляем на следующий день уже, чтобы сэкономить время. Итак, друзья, вот у нас уже готовый результат, уже зафуговано. Села у нас тогда камера, потому не получилось вам показать именно процесс фуговки, но я вам покажу это на примере другого проекта. Вот, сейчас просто показываем вам финишный результат, то, как это все дело у нас получилось. Это у нас зона кухни. Вот, как вам не очень достойный результат. Ну, мне, по крайней мере, очень нравится. Кирпич у нас рваный весь идет. Вот, соответственно, шов тоже. Заказчик тоже проделал на работу в восторге. Вот, прибывает. А это самое главное у нас. Вот так вот получается у нас швы. И вертикальный, и горизонтальный. За счет того, что кирпич у нас рваный, соответственно, шов получается тоже у нас немножко рваный. Ну, как по мне, это очень-таки красиво. Итак, друзья, на данном проекте мы покажем вам, как на самом деле нужно фуговать камень, так как у нас села батарейка на прошлом проекте, и не смогли мы вам полноценно рассказать. Но ничего страшного, у нас есть еще один проект, на примере которого мы вам покажем. Здесь у нас кирпич гипсовый, там у нас был кирпич цементный. Но технология фугования будет у нас одинаковая. Единственный плюс, то, что он у нас белый. Если бы это у нас был какой-то цементный кирпич, и был у нас он в цвете, допустим, красный, либо, там, не знаю, коричневый какой-то и так далее, цементный, тогда была бы у нас небольшая проблема, так как он очень сильно впитывает воду, и там нужно очень быть педантичным. Но на данном примере я вам расскажу, как избежать этих трудностей. В свое время мы научились, скажем так, избегать этих трудностей, и теперь уже любого цвета кирпич мы с легкостью фугуем и добиваемся хорошего результата. Итак, первое, что нам понадобится, это, естественно, фуга. Фуга у нас крупнозернистая, взяли мы объем 25 кг, есть она и вдоль меньшем объеме, по 5 кг в ведрах. Но поскольку у нас объем большой, мы решили взять 25 кг мешок. Фуга у нас будет белого цвета, точнее, ультрабелая. Вот. Дальше нам также понадобится, естественно, мы будем фуговать пакетами. Можно также фуговать с помощью вот таких вот пистолетов, но сразу говорю наперед, данный вид фугования будет неприемлем, так как пистолет, он поршнем выдавливает основную воду, а масса сама, она сбивается вот здесь вот в песок и очень сложно выходит. Понятное дело, можно говорить о какой-то консистенции, но из опыта скажу, что это гемор. Вот. Проще всего взять какой-то пакет. Раньше у нас этих пакетов не было в доступе. Когда-то давно мы брали пакеты из-под молока и по такой же технологии фуговали. Сворачивали его в кулечек, обрезали вот носик, как на данном пакете. Здесь у нас пакетик новый, вот так он выглядит. Это уже повидавший, скажем так. Но если подходить к этому вопросу аккуратно, можно его помыть и использовать многоразово. Так что этот пакетик чистый мы тоже убираем. Вот. Бывает проблема так, что вот этот носик, если сильно прислать камешку, он у нас, скажем так, рвется. Вот. Ну, тут не проблема, можно чуть-чуть дальше подрезать и аккуратно его дальше использовать. Вот. Точно так же нам понадобится шпатель. Вот. Нам понадобится емкость. Вот. В данном случае у нас ведерко уже с водой. Берите всегда чистую емкость. Так как вот если у вас есть такая вот емкость либо какая-то грязная, то ее лучше не использовать, так как вот эти вот все вещи, они при замесе будут прилетать к нам в фугу и потом доставляют трудности при фуговании. Так что эти вещи тоже убираем. Крестик мы при укладке кирпича использовали десяточку. Нам понадобится точно такая же расшивочка. Вот. Ну, в данном случае я буду использовать восьмерку, так как у нас кирпич с рваным краем. Соответственно, ровненько расшивать у нас не получится десяточкой, так как будет у нас цепляться. Соответственно, берем чуть-чуть меньше. Вот. Естественно, нам понадобится венчик и шуруповерт. Пардон. Вот шуруповерт. Вот. Небольшой венчик, небольшая емкость с водой, шпатель, с помощью которого мы будем накладывать наш раствор в пакет, и кисточки. Вот. Кисти выбирайте на свое усмотрение. Есть их множество видов. Вот. Я предпочитаю, наверное, среднюю. Иногда работать большой, маленький. Извредка. Вот. Потом покажу, для чего они нужны. Так что будьте внимательны и пошлите выполнять уже, наконец, работу. Вот до такого состояния вполне сидеть. Будет нормально. Дальше берем наш пакет. Вот. Лучше завернуть его вот таким вот образом. Вот. Чтобы не вымазать вот эти вот края. Так как дальше нам придется его, сейчас конфетку, заматывать. Вот. Соответственно, наш кулеч и пакет вот таким вот образом заворачиваем. И с помощью шпателя наполняем. Можно взять шпатель побольше, но мне удобно таким, так как отверстие в пакете у нас не очень большое. Получился вот такой вот кулечек. Вот. Дальше мы это все дело вот так вот с обратной стороны заматываем. Заматываем. И видим, вот так вот у нас будет выдавливаться. И берем вот начало и погнали вот таким вот образом все это дело выдавливать. Точно так же проходим вертикальные швы. С помощью данного пакета очень хорошо получается фуговать. А самое главное, очень быстро. Вот так это у нас все выглядит. Если где-то вот как здесь мы пропускаем, ничего страшного, потом в момент разглаживания мы это все дело поправим. Вот. Так что главное нам заполнить шов максимально. А если где-то мелкие недочетики, то мы их поправляем с помощью нашей расшивки. Вот. Наносим максимально сколько можем. Я обычно наношу квадрата 3. Вот. И когда доходим уже, грубо говоря, там до конца, то примерно минут через 20 вот с этой частью уже дальше можно продолжать работать. Изначально, если вы наносите более мелкий объем, допустим, наносили квадрат, оставляем минут на 20. Вот. Ждем пока... 20-30. Ждем пока материал у нас немножко подсохнет. Пока же он, видим, у нас очень... Видите, вот он. Очень у нас жидкий. Ждем, пока он у нас схватится. Примерно полчаса. По мере того, как у нас будет раствор заканчиваться, мы пакет будем поджимать и тем самым создавать еще большее давление вот здесь. То есть, по мере уменьшения мы просто откручиваем наш пакет и раствор у нас подается вперед. Итак, друзья, то, насколько заполнять шов на самом деле зависит только от вас, от вашего представления, от вашего пожелания. Кому-то нравится, когда кирпич за фугон практически заподлицом, а кому-то нравится, когда шов немножко утоплен. Как делать, решать только вам. Если вы делаете работу кому-то, оговорите эти моменты с заказчиком, чтобы на финише не было у вас недопонимания. Мне же нравится, когда шов немножко утоплен в кирпич. Итак, друзья, с одного небольшого ведерка для фуги 2-х килограммового вот получилось у нас забить вот такое вот количество швов раствором и на всю вот эту длину. Итак, друзья, весь раствор мы выработали, заполнили наши швы и теперь ждем примерно полчаса, пока раствор не начнет у нас схватываться и не начнет уходить постепенно вот эта вот влага. Вот, пример, как это должно быть, я через полчаса вам примерно покажу. Так, проверяем. Вот, он уже, видим, начинает схватываться, да, но еще я бы чуть-чуть подождал. Итак, друзья, ну, прошло примерно 25 минут. Вот, в зависимости, конечно, от погодных условий данная фуга быстрее либо медленнее начинает подсыхать, схватываться. Вот, и теперь мы с помощью вот такой вот расшивочки будем все это дело расшивать, разглаживать. Вот, начинайте как вам угодно, тут, скажем так, разницы нет. Я начну с центра, вот просто, чтобы вам показать. Вот, смотрите, вот я веду, да, формирую, тем самым, такую вот гладенькую, стараюсь формировать полосочку. Вот, все, что вот это вот такое вот вылазит, вещи, мы их не трогаем. Мы можем формировать вот здесь, да, гладенький. Можем вот здесь вот формировать, расшивать. Как я и говорил, немножко утопленный. Вот, можем сразу вертикальный, как кому нравятся швы. Вот здесь, видите, вывела чуть-чуть, подправляем. Вот все эти вещи. Когда у вас рука уже будет набита, это потом будет делаться все очень быстро. И, как я уже говорил, все вот эти вот выступы мы не трогаем. Мы их оставляем еще дальше подсыхать, после того, как разгладим. Итак, когда мы поработали расшивочкой, вот, видим, мы это все дело расшили. Вот, поставляли вот такие вот различные сопли. Вот, эти сопли, опять же, мы не трогаем. Ждем порядка получаса, иногда чуть меньше. Вот, чтобы они схватились. И тогда, когда они схватятся, они начнут у нас практически сами опадать. Вот, видите, вот как, вот как здесь уже начинают вот они отваливаться. Вот, когда они подсохнут, мы возьмем кисточку и все это дело начнем вот так вот разглаживать. Вот, и все эти вот сухари, они начнут опадать. Если начать делать это раньше, то, естественно, вот сама вот эта вот кисть, вот, она у нас намокает, и мы начнем вымазывать вот этот вот край. Это очень большая проблема, когда мы делаем на цветном кирпиче. Тогда сразу же все это дело в цементный кирпич впитывается, и потом вымыть будет очень трудно. Так что здесь важный самый момент, это не упустить вот это вот время, когда оно вот уже подвялилось, соответственно, перестает уже практически мазаться, и тогда начинаем работать кистью. Кисть выбираете уже, кому какая больше нравится. Побольше, поменьше. Как определить вообще раствор, готов к работе, либо нет? Вот, смотрите, вот я начинаю мазать кистью, видите, оно тянется за кисточкой. Это говорит о том, что раствор еще у нас сырой, и он еще не готов у нас к работе. То есть еще нужно время подождать. Видите, он у нас начинает собираться в такую вот крошечку. Вот он как пластилин такой, живой, скажем так, еще. Еще время ждем. Я как уже русский, не русский начинает, говорит. Еще время ждем. Друзья, ну вот я уже раствор посхватился, начал уже разглаживать. То есть смысл всего этого действия максимально стараться сделать ровненький у нас гладенький шов. Вот, то есть раствор уже схватился, вот он у нас опадает вот такими вот сухариками. И вот везде, вот в уголочках, где-то у нас пора может быть, вот как это вот, допустим, не закрылось. Вот мы ее забиваем и стараемся максимально разгладить. На вот этих вот закруглениях выбираем. Вот. Где-то добавляем, разглаживаем кисточкой. Если вам где-то что-то мешает, то не стесняемся, вот берем кисточкой, допустим, и вот это вот лишнее все дело убираем. И вот здесь вот так вот все это дело разглаживаем. То есть стараемся сделать шовчик однородный. Вот. Когда раствор уже посхватится, работа с ним становится очень приятна. Вот. И он практически не цепляется за кисточку и поддается для того, чтобы его сделать равномерным. Итак, друзья, я надеюсь, данное видео было для вас полезным. Мы уже в третий раз его дозаписываем. Если это так, ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал. А мы идем дальше. Фуга. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok